Тут такое произошло. Да, с горы увидели остров, думаю, надо посетить. На самом деле мы хотим на остров Ксиндау, Синдау, Синдеу, что-то такое. Мы приехали в порт. На автобусе. На автобусе. Всего по 2 юаня человека, то есть 4 юаня такси, выходит в район 90. Сюда. Автобус ходит от отеля Баухонг, 26-й. Пустой, пустой. Мы ехали пару остановок, вообще одни. Вообще, говорят, сюда лучше не ехать на китайский Новый год, потому что здесь очень много туристов. Ну, это и логично, да? Вот для меня вот сейчас, по-моему, в мае идеально. Это вообще просто кайф. Слушай, тут дожди, правда, без отдыха. И сейчас он идет. Как все говорят, что без отдыха дожди идут. Да, был дождь. Был дождь. Ну, он даже прикольный. Попробуем сейчас купить. Да, попробуем купить, потому что тут не факт. Говорят, тут вообще документы надо какие-то посмотреть. Это и в кассе. Реально нужны паспорта. И билетик туда, и билетик обратно. Все, обошлось 190 юаней. Вот такая стоимость. Паром вот там отходит. А, наш ушел уже в 12.30 следующий. Ну, пошли досматриваться. Сейчас досмотры будут. И пойдем ждать паромчика. Ну, вот наш мини сегодня лайнер. Это называется паром, да, по-моему? Ни фига, как катамаран, здоровый, конечно. Интересно, места там будут? Потому что, насколько я знаю, все забито обычно. Ну, пошли грузиться, не будем чаять время. Мы на паром. Реально все вокруг у нас смотрят. Паром огромный, да. Все уже занято. Ну, кстати, да, места есть в серединке. Я хотел, если честно, около окошка. Но надо, походу, пораньше приходить или приезжать. Мы ждем отправления. Отчаливаем вроде. О, слушай, уже быстро. Классно. И вон там вот этот остров. И мы прям прям. Чувствуешь себя на острове? Да, почему-то да. Во-первых, вокруг вода. И здесь как бы пальмочно сильно. Сильно пальмочно? Да. И вот такие дорожки такие. Прям красиво. Не, ну, красивенько. Пока красиво. Чтобы газон был ровнее, применяйте почаще кос. Вот таких вот. Сыккады, конечно, орут сильно. Вау. Ну, смотри, а море-то красивое. Вон там кто-то отдыхает. Сейчас им помешаем. Ну, это риппы, что-то такое, не знаю. Но тут много кораллов, я вижу. Сейчас, кстати, на дайвинг приезжает. Да. Снорклинг 180, а там дальше непонятно, 280-380, это уже, наверное, что-то с маской. О, с положением. Да, да. Минутка душной зоологии. Дух слышите? Ну, не музыку. Это цикады. Они вылезли недавно из земли. Это их панцири. Они уже сухие, видите? И они сейчас там, на дереве, должны по-быстрому обустроить свой быт в плане размножения. И опять вернуться в землю. Вот это жизнь. Красиво, красиво. Смотри, сагрессирует на тебя. К нам, к быку. Да, он бык. Где ты такого уже видел, да, по-моему? У нас, по-моему, на Кантаре так таскали его. Прям по дороге, не знаю зачем, прыгались, фотались за ним. Смотри, здесь какие волны. Слушай, ветер прям сильный. Прям вот в этом перешейке. Получается, этот остров соединен... Ну, давай эффектно, чтобы уж. Ну, спасибо. Не, ну, эффектно, да. Получается, вот этот остров, вот там соединен, вот с этим островом, вот таким перешейком, тут несложно. Идем, смотрим. А, он разворачивается. Говорит, что нас ждут опять ступени. Что, ножки бубы после вчерашнего? Ну, нет, но, может, было и без них, наверное. Дорожка еще гораздо интереснее. Тем, то, что она идет сквозь камней, камней, а под нами, не поверить, бункер. Вокруг гроты, скорее всего, что-то тут военное присутствует. Тут есть сокращенка, но мы, по-моему, до сокращенки останемся, не пролезем. Пойдем вокруг. Фух, ну, дорожка тут красивая, жара с души стоит. Камни, походу, нагрелись. Фух. Я не знаю, градусов 100 или уже 105. Вау. Слушай, а цвет моря разный, да? Да. И из-за глубины зависит. И камни, видишь, рифы. Бык. Ух, ну, так-то красивый. Нет, смотри, какой. Мощный. Да. Рядом с быком. Конечно же, здесь есть какая-то легенда, но какая мы не знаем. Да, смотри, тут какая красота, какая легенда. Ты посмотри, какая красотища. А это что за острова? А вот это вот острова. Это, который поменьше острова, а вот это Ксидау, Ксидаун. А это уже Ханень? Это сам остров? Да, да, да. Там парк повернул голову оленей или что-то такое. Обалдеть. Еще понятно, что мы на острове. Это вот маленькие-маленькие уложки только для мопедов и пешеходов. Ты что, в грозе-то скучил? Да, просто так. Походу, мы вышли, наверное, с другой стороны. Да? Вон там порт. Вон там, я не знаю, что. Сейчас посмотрим, что там дальше. Это рыбацкая деревня или что? Там ежики вон там. Вон там опять ежики. А там рыба какая-то красивая, большая плавает. А там рыба была, кстати. Да? Удобно. А так, вот здесь, я так понял, это можно все приобрести. И где-то тут в кафешке это все приготовить. В всей плавучей библиотеке. Здесь можно купить открытку. И вот как девочка делает. Там поставить и типа отсюда. Кружечка 83. А тут книжки. Ну, мы не понимаем, что там написано. Это не песок, это кораллы. Кораллы, посмотрите. Вау, морюшка красивая. Слушай, тут ветерок прям приятно. А там вылечет вообще ветер не дул, жарко стало. Да, тут прям красота. Мурярыш, покажи, давай. Маленькие ракушки. Маленькие ракушки. Кораллы нельзя. Вон там получается санья. Которая в дождю. Да, да, там дождь или что-то такое. Какой-то тайфун там начался, катаклизм. И нашли базар. Базар. Ой, слушай, все про... О, рыба, смотри, копченая, да? Прикольно. Ну, много всего. Вот этот рынок еды есть. Кстати, он находится совсем недалеко от этого порта. Выходите? Просто тут все есть. И мухи, и еда. Нет, но-но. Thank you. Что-то мы посмотрели. Цены примерно такие же, как на Дунхай. Чуть дороже. Шашлычки у нас там по 4, допустим. Тут по 5. Кальмар у нас по 15. Тут, ну, по 20. Ну, чуть-чуть дороже, но это же остров все-таки, правильно? Прикол, когда мы вышли с вокзала, мы ушли налево сразу и пошли на достопримечательность. Оказывается, с другой стороны, тут целый город, прям город со своей инфраструктурой. Тут нет мопедов, которые мешаются, которые сигналят. Тут как-то все по элитному уже. Я вижу даже души, раздевалки, он там уже купаться наконец-то. А в море так-то нельзя, какая-то фигня. Спереди стоит раковина, что ли? Ракушка. Обалдеть, ракушка. Большие ракушки, тут старый остров, видно. А это вокзал. Там сверху должна быть картинка классная, но плеер они не выключили. Ну, вообще красиво, если честно, да? Да. Задумка отличная. Да, вон на втором этаже там капитанский. А мы туда хотели прорваться. Фух, как тебе? Мне понравилось. На самом деле интересно такое времяпрепровождение. Тем более, я не знаю, всего 200-190 юаней туда-сюда и на автобусе. Поскольку по 2 юаня проезд, то есть это не такая большая сумма. За паспорта. Паспорта обязательно надо взять. Оригинал. Оригинал. Не такая большая сумма, чтобы провести отличный день. На острове? Да, на новом острове вы, я думаю, там не были. Мы тоже. Так что, в принципе, мне понравилось. Что там на острове? Очень много всяких фотолокаций. Очень много вот этого. Потом бык такой золотой есть. И что, что, что? Вот эта маленькая деревушка старая. Ой, она так классно выглядит. С красивыми, аутентичными домиками. Единственное, я думаю, когда в сезон, тут просто будет народу столько много. Сейчас не в сезон. Не пропихнешься. Да, сейчас не в сезон, мало народу. Ох. А мы поехали искать. А обратно даже вид. Обратно вообще паром ходит до 6. Вы спрашивали, какие же ходят паром? До 6 часов он ходит. Последний паром в 6 уходит с острова. Забит был паром до упора. Приехали мы в парк, как там? Край земли. Краюшек земли. Раньше он стоил там что-то в районе 100 юаней с человека. Сейчас вот бесплатно просто входите. Вам дают такие вот билетики. И если нужен паспорт. То есть, если паспорта нет, у нас, кстати, мы его не взяли. Короче, фото. Фото достаточно. Так что все норм. Идем изучать. Ни раз тут не были. Раньше он такой дорогой был. А сейчас настолько дешевый, что бесплатный. Посмотрим. Не, он не ходит. Не ходит? Да, вы видишь, едут. Ух ты. Ну, конечно, такую красотулю и закрыли сразу. Вот, блин, ради чего сюда в этот парк ходит? Надо идти? Стоит идти. О, подожди, внутри посмотрим, что там. Это какой, интересно, экспресс. Слушай, тут люди сидели. Давно. Ну, кстати, не нас равно, нормально. Ой, только деревянная капелька. Да, да, да. Слушай, дай сделать сауну сама то. Такие автобусики можно снять. Я не помню, сколько. 150 что ли? Юаней. За весь автобус или за экскурсию. Так я не понял, если честно. Ну, не сезон, походу, бесплатно. Раньше даже не сезон деньги брали. Да? Да, реально. Ну, конечно, за это деньги отдавать я не знаю. Ну, посмотрим. Там самое красота должна быть вообще-то вон там. Вот я видел фотографии, фотографии видел. Так что должно быть там все красиво. Посмотрим. Центральная, я так понял, площадь. Тут два батыра каких-то здесь, вот и здесь. Точно непонятно, кто это. Сейчас будем рассматривать. Ну, вот, я думаю, самое основное должно быть с той стороны. Потому что край света, это значит, что должно быть камни. А, ну вот из-за этого сюда и ездят. Тут очень много вот камней и камней. Слушай, раньше брали деньги, чтобы посмотреть на камни. Ладно, сейчас изучим, может быть, они красивые. Вот так-то красивенько. Вот на том острове мы были, это Ксидао. Камушки устраивают фотосессии люди. То есть все такие одетые там он. Каждый камушек это достопримечательность. Ну, правильно. Ну, и море, море, конечно. Ой, красивое, конечно. Лежим, чилим. Слушай, хорошо. Ветер прям дует, он через эту трубу. Да, вот с такой кругляшки. Класс. Ну, это вообще какая-то штуковина для этого. Фото зона. Да, фото зона, но эта труба вообще-то небольшая. Хорошо, что всегда есть навигация. Мы находимся здесь. Там, в принципе, уже ничего интересного. Вот тут какие-то домики, садики. Можно вот туда даже уйти. Есть туалеты везде. Удобно, очень классно. Нашли качельку. Надежная, крепкая, хорошая качелька. Как и через дерево раскидостные. Классные. Это фотостудия, не поверите. Тут их штук 7-8. Здесь делают прическу тебя сразу. Дают платье. Жениха тоже принаряжают. И ты идешь и фотоешься на всей территории. Вот такой бизнес. Здесь, кстати, есть развлечение для детей. Такой небольшой. Автодром. Где можно погонять таразанки. В общем, он стоит 188 юаней. Горки 139. А таразанка 58. Здесь массаж рыбками. Ну, знаете, да, обгладывание. Тут какая-то подводная лодка. Аттракцион. Здесь все в увлажнителях воздуха. Это океанариум. Сейчас покажу цены. Подводная лодка 48 юаней. Океанариум 136. Какое-то 3D-шоу 98. И это еще не конец. Только пошла города огромных камней. И дальше, и еще дальше можно проходить. И там еще камни, и еще камни. Такое ощущение, что это где-то на каком-то острове Пи-Пи. Огромные камни. Прекрасный цвет воды. Просто восхитительный. Желтенький песочек нежненький. И вот такая красота вокруг. Все в камнях. И в китайцах. Да, парк просто огромный. И там, где самое большое скопление китайцев, это камень конец света. Все-таки умеют они делать красотульку. Посмотрите. Даже водопад впихнули. Думаю, что они все здесь стоят возле этого ручейка и фотоют вот в эту сторону. Оказывается, тут непреклонное дерево. Камень обросло. Покрыло его полностью. Вот такое дерево. Вот такой стимул к жизни. Камень-цветок. Вот они его нарисовали. А вот он, прекрасный камень-цветок. Он как будто раскрошился напополам. Даже на три части. Тоже местная достопримечательность. А это у нас чудесный камень. Знаете, через который у нас типа надо проползать. Вот такой вот чудесный камень. А вот и вся территория парка. Отсюда, получается, сюда приходит конечный автобус от 26-го, который уходит от Бо Хонга отеля. И главный вход. Вот мы прошли вот эту вот часть, где фотосессии. А еще есть вот эта огромная часть. И вот там в конце все основные камни. И еще парк дальше идет. В общем, гулять здесь можно целый день. Че, как тебе? Понравился. Хотя были скептические о нем отзывы у людей в интернете. Мне он очень понравился. Потому что это камни, берег. Тут есть аттракционы для детей. Где поесть. Большое пространство, где погулять. Все как обычно. Чисто, культурно, организованно. Это большой плюс. Ну вот. Ну, правда, тут я думаю, надо потратить целый день. Целый день, да. Целый день. Вот. Так что парк, в принципе, хорош. Так что приезжайте, смотрите, гуляйте. Особенно, что он бесплатный сейчас. Да, пока он бесплатный. Это вообще самый супер. Это огромный плюсик.